Да, ну вот Джимми подчеркивает Селби и с Джеком Лисовски, потому что они частенько его... Это лучший сезон у Джека, говорит Уокер, и первое выступление на чемпионате Британии на столь поздней стадии. Джек Потт, вот такой дик. Пять лет прошло с того момента, когда впервые выиграл чемпионат Британии, Ронни, 25 лет. Это будет бороться за выход в 17-й раз в четвертьфинал на этом турнире. Ну а дни рождения ни слова, ни слова. Итак, именинник Ронни Осареван. Как бы не огорчил его сегодня Джек Лисовски, но... А, ну все-таки, значит, было. Видите, вот я понимаю, это реакция как раз... Что шли серии и, я бы сказал, и свои позиции... Меньше всего обороняется в игре... Добыть в этом подходе позиция, в которой... Важно, вот первые удары, как... Какое настроение, как все получается... Хороший выступительный удар... Ну и пока такая часть чисто техническая... Среднюю... Немец все-таки удержал биток. Ну и... Ну и... Машинальное движение... Но забить его... Нашел шарджер! Ну что, это уже серьезное перевес... Нашел шарджер! 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 серия полусотенной нет нет то первый фрейм в котором заметен был прежде всего а джеки несколько слов а вот левый виден шар атакует ронни не точно чуть больше полумиллиона долларов заработал 140 сотен в карьере ой несколько года один раз играли это было в прошлом году в четверо страшную болезнь получил в сезоне девятого десятого годов поддержку талантливому юниору была оказана поддержка вот в сезоне был финале до одного из турниров 5 си обман уже этого восемнадцатого года но что ж такое за ошибка то на шанхай мастерс прошлом финала на world open и пол hunter classic открывать группу уильямс вышел вперед 46 45 ну вот довольно плотный группы располагаются под розовым выбрал то черный выйти не очень хороший будет черный но сейчас И красный становится фреймболом. Но вот что касается Ронина Сальвана и остается. Ну и вот сейчас, может быть, одна из них действительно превосходно. Но и вот только в красный. Ну что ж, обменялись. Начался у нас третий фрейм, но мы сейчас сделаем переход. Метким дальним ударом и черный топ. Вот-вот прозвучит команда и переходим на... За вторым столом очень была напряженная борьба с... Пока левши преуспевают. Очень интересен и... ...среднюю. Не задеть бы зеленой. Все точно. Та же... То, что высокий темп, удивляться нечему... Ну, кто третий? Третий Чепчай Аунну. Он самый быстрый, если уж так... Третий Чепчай Аунна. И это нравится публике. Но самое главное успешно. И вот эти два игрока продолжать. ну и вот поиск и биток был не так далеко от борта в общем не самый был простой удар сам расположение других шаров очень болезненным усложнилось но это не проблема но перелезу он чак гасовский ну а тут ну блестяще ну что тут а как тут а а отличный удар среднюю лузу только он играется иронии нет не попал но и нет потому что лицовский прежде всего сильно и даже может получиться снукер может быть пошел бы на такой удар или ранний брюссель не забивает открывает а земля вроде точно сыграл и чего вот сейчас посмотрим 14 ну вы посмотрите точно по цену с розового через правый борт можно хорошо подвести биток а кроме это вряд ли получится каков маркаун и нила робертсона ну и на плеере будет матч такой теневой ну это вечерняя программа у нас пока идет программа дневная в взял роню с аливан в предыдущую там были определенные сложности все их Но полусотная серия не была отмечена. Во втором фрейме у Рони, да, у Рони была серия. Сегодня у Рони, у Санывана, день рождения. 43 года. Уже была ошибка на черном сточке. Даже на более простом ударе в Лисовске. Были пять лет тому назад. Тогда турнира в очередной раз. Это как-то чуть-чуть. В сезоне уже пару турниров выиграли. Пяти минут не прошло. Уже первая полусессия. Да, конечно, надо быть врачительнее. Можно сказать, разыгрался. Обрел игровой тонус. Третья-фай. Третья-фай. Повел раз по плееру, можно следить за ходом матча. Повел. И сейчас... Не получилось. Повел. Всем спасибо.